Привет, меня зовут Лена, а сегодня мы с вами будем делить дроби. На прошлом занятии мы с вами умножали дробь на дробь и возводили в степень. На этом занятии мы будем делить. Так как по правилам особо не отличается, мы решили, что будет у нас много-много практики сразу, чтобы увидеть все нюансы деления дробного выражения на дробное выражение. В общем-то, делить дробь на дробь вы уже умеете. Но единственное, что раньше у вас было число делить на число, да, у нас и в числителе, и в знаменателе было какое-то число. А теперь у нас переменные. Но правило, с которым вы познакомились, кто-то в шестом, кто-то в седьмом классе, оно не меняется. У вас есть дробь, вам нужно разделить на дробь. Что происходит? У вас вторая дробь, на которую вы делите, она у вас переворачивается. Числитель и знаменатель меняются местами. То есть, все, что было внизу, встанет наверху, все, что было наверху, встает в наш знаменатель. А деление меняем на умножение. А дальше просто пользуемся правилом прошлого занятия. Как умножить дробь на дробь. И тогда, из наших четырех примеров, приступим к первому. Наша первая дробь не меняется. Как была, так и остается. Я ее переписываю, как ни в чем не бывало. 25а-b делить на 16а квадрат. Если бы она, кстати, сокращалась, можно было бы сократить. Но 25 и 16 пока не сокращаются. Дальше, сейчас я вторую дробь полностью переверну, а деление заменю на умножение. Итак, я буду умножать на 8а в квадрате b, а делить я буду на 5а-b в квадрате. Дальше, по правилам умножения. Если у меня дробь умножается на дробь, то что мы делаем? Числитель первой дроби умножаем на числитель второй дроби, записываем в общий числитель. Знаменатель первой дроби умножаем на знаменатель второй дроби, записываем в общий знаменатель. И по сути у нас получается общая дробная черта. Вы, пожалуйста, перепишите, а я воспользуюсь тем, что я возле доски и просто продлю. Итак, у меня общая дробная черта продлевается. Здесь у меня ставится умножение первого числителя на второй. Так как здесь у меня никакой суммы, никакой разности нет, то скобки ставить не буду. Здесь у меня тоже произведение пятерки на скобку, то есть это произведение, это не сумма. Поэтому здесь или не разность, я здесь поставлю тоже знак умножения. И вот теперь начну сокращать. Что я здесь вижу? 25 и пятерочка. Можно сократить на 5. Вот это сокращаю на 5, получаю 1. 25 сокращаю на 5, получаю пятерочку. Сверху здесь напишу. Числа смотрим. Здесь 16, здесь восьмерка. Это два числа, которые делятся на 8. Что значит сократить? Не просто зачеркнуть, да, мы делим. 8 разделили на 8, получили 1. 16 разделили на 8, получили 2. Теперь обращаем внимание на буквенную часть. С буквенной частью у нас тоже, в общем-то, все просто. У нас есть в числителе множитель а минус b, и в знаменателе есть множитель а минус b. Но здесь у нас а минус b во второй степени, в квадрате, то есть там в реальности стоит две скобки. И вот одну из них мы сейчас зачеркнем. Что значит зачеркнем одну из них? Что значит разделим на одну из них? Это означает, что у нас останется та же самая скобка, но только в первой степени. Другими словами, мне достаточно здесь зачеркнуть просто степень вторую. А вот здесь, в числителе, я зачеркиваю всю скобку а минус b. Дальше. На этом мои зачеркивания не заканчиваются. А в квадрате здесь. И в числителе у меня тоже есть а в квадрате. Это два множителя, и я могу и знаменатель, и числитель разделить на а в квадрате. То есть мои зачеркивания, это не просто зачеркивания, это деление. Поэтому я еще сверху напишу результат от деления. Теперь продолжу нашу дробь. Что у меня остается в числителе? От 25 осталась пятерочка. От скобки а минус b осталась единичка. От 8а квадрат b у меня осталось единичку умножить на единичку умножить на b. Единички пишу только в первом примере, позже я уже писать их не буду. В общем-то, потому что умножение на 1 мы получаем то же самое число. Расписывать это не обязательно. Итак, в знаменателе от 16 у нас осталась двоечка, от а в квадрате единичка, от пятерочки единичка, от скобочки а минус b в квадрате, во второй степени осталась скобочка а минус b, но уже в первой степени. Первую степень можно написать, но принято не писать. И тогда единички все как бы стираем, избавляемся от них, просто потому что они нам сразу портят немного запись, они нам не нужны, от умножения на 1 ничего не меняется. И тогда числитель в окончательном варианте выглядит как 5b, а знаменатель как 2 умножить на скобку а минус b. Итак, хочется сократить b и b? Нельзя, потому что здесь b в числителе наверху является множителем, а в знаменателе это от суммы, от разности, можно сказать, либо это слагаемое минус b, либо это у нас вычитаемое. В любом случае, когда у нас есть минус либо плюс, мы сокращать не имеем права, только множители. Поэтому это и есть несократимая дробь, и она является ответом. Если вам в каком-нибудь упражнении дадут значение выражения а или значение вашей переменной b, то вы спокойно подставляете вместо а и b те числа, которые дали в примере. В нашем случае это остается нетронутым. Переходим ко второму нашему примеру. Посмотрите, чем он отличается. Да тем, что первое это у нас дробь, а второе просто выражение. Некое произведение 25, да, и произведение а на b. Но нет у нас дроби. Что делать? Все очень просто. Если у нас перед нами с вами есть некое число, мы можем представить, что это число со знаменателем 1. Либо вспомнить правило, да, при умножении дроби на число, число это уходит в числитель. Итак, первую дробь я перепишу, как она есть, без изменений. 25а в кубе. А вот второе число я пока не делю, просто запишу деление. Представлю в виде дроби. 25а умножить на b. Каких? Первых. При делении на дробь. Дробь переворачивается. Числитель и знаменатель меняются местами. Вот эта дробь будет переворачиваться. Давайте я буду показывать, какая дробь переворачивается. Вот эта. В первом примере у нас переворачивалась вот эта дробь. Да, поэтому 25а как было, так и остается из первой дроби. b в кубе как было, так и остается. А здесь у меня деление поменялось на умножение, а дробь перевернулась. Единичка полезла наверх и стала числителем, а 25а b стала знаменателем. Так как у меня умножение двух дробей, ну давайте, ладно, перепишу, как и вы. 25а я умножаю на 1 и под общей чертой дробной я записываю наши знаменатели. b в кубе у нас от первой дроби и 25а b от второй дроби. Смотрим внимательно. У нас здесь есть 25 и наверху, и внизу. Поэтому мы сокращаем сразу на 25. Здесь получаем 1, здесь получаем 1. a у нас как множитель есть в числителе, а как множитель есть в знаменателе. Сокращаем на a, у нас тоже появляются единички. И в итоге в числителе у нас 3 единички, перемноженные между собой, дают 1. А здесь у нас остается b в кубе на b. b в третьей степени умножаем на b в первой степени. У нас одинаковые основания, показатели степеней складываются. 3 плюс первая степень. Получаем, что это b в четвертой степени. Это и есть ответ. Какая ошибка могла быть допущена в нашем примере? Очень часто начинают сокращать уже в момент деления. Ребят, сокращать можно только тогда, когда вы дроби записали уже в виде умножения. Когда в виде деления вот здесь они находятся. Это вам так кажется, что они крест-накрест находятся, и можно сократить числитель и знаменатель. В реальности поймите, что ваш пример выглядит вот таким образом. И b у нас находятся на одном уровне. Если числа находятся на одном уровне, то есть либо они в числителе и то и другое число, либо в знаменателе и то и другое число, вы их сокращать не можете, не имеете права. Потому что сократить дробь, это значит разделить и верх, и низ на одно и то же число. А будете сокращать вот здесь, когда у вас деление, то у вас тогда получится, что вы в реальности сокращаете знаменатель и знаменатель. То есть вы берете и делите, изменяете первую дробь, изменяете вторую дробь, и дальше уже никакого равенства не пойдет. Что ж, давайте вернемся к третьему примеру. Здесь уже наоборот другая ситуация. Выражение делится на дробь. Опять-таки выражение можно представить как некое выражение со знаменателем 1. Некая дробь со знаменателем 1. Наше выражение ушло наверх. 12х плюс 10 первых. Дальше. Все еще пока что деление. Хотя почему-то сразу деление, давайте мы сразу умножение запишем. Посмотрите, мы деление сейчас заменим сразу на умножение. И сразу же вторую дробь перевернем. Сократим немножко нашу запись. У нас х в кубе уйдет наверх, а 6х плюс 5 уйдет вниз. 6х плюс 5 уйдет вниз. Дальше продолжаю сокращать. Вот здесь первый пример, когда у нас в числителе не произведение, как было до этого, а сумма. Посмотрите, у нас здесь, если мы хотим прочитать выражение, то это сумма произведения 12х и 10. Раз это сумма, значит, при умножении на число мы должны взять ее обязательно в скобки. Поэтому здесь у нас появляются скобки. 12х плюс 10. Я всю сумму, весь числитель умножаю на числитель второй дроби. А в знаменателе 1 я умножаю, ну, можно тоже взять тогда в скобках, да, потому что у нас сумма произведения 6х и пятерочки. Пришли к такому ответу. Что сразу смотрим? Кажется, что эта дробь уже несократима и является ответом. Но нет. Смотрим внимательно на скобочку наверху и на скобочку внизу. Они очень похожи. У нас 12х плюс 10 смутно напоминает 6х плюс 5. Нужно только что-то с первой скобочкой сделать. Вопрос, что? Оказывается, у нас в первой скобке есть общий множитель. Который, если мы вынесем, мы получим точно такую же скобочку, как в знаменателе. Как это замечать, да? Опять-таки, чем больше примеров вы решаете, тем быстрее вы будете замечать эти закономерности. 12х и 10 делятся на 2. Двоечку я вынесу за скобку. Х в кубе мне не нравится, что он стоит с правой стороны, поэтому я тоже его переставлю. У меня здесь будет 2х в кубе. От перемены мест множителей произведение меняется. А дальше я уже буду умножать на скобку. Что останется в скобке, если я только что из нее вынесла двоечку? Что значит вынесла двоечку? Это означает, что я разделила на 2 каждое слагаемое. 12х я разделила на 2, получила 6х. 10 я разделила на 2, получила пятерочку. А в знаменателе у меня точно такая же скобка. Просто так совпало, просто такой пример. Раз скобки одинаковые, то здесь, внимание, я не отдельно сокращаю на 6х и отдельно на пятерочку, нет. Я сокращаю сразу на весь множитель на всю скобку 6х плюс 5, и здесь тоже сокращаю сразу на весь множитель. Получаю результат 2х в кубе. Вообще говоря, я получаю 2х в кубе, деленное на 1. Но при делении на 1 у нас ничего не меняется. Поэтому знаменатель 1 я просто не пишу и оставляю таким образом. Ну или если дописать, то вот это первая единичка, которая в знаменателе, но все равно это просто 2х в кубе. Вот, то есть вот эту единичку можно в принципе сразу не писать. Что ж, у нас остался последний пример. Но, боже мой, посмотрите, здесь уже не 2 дроби, не 2 выражения, а целых 3 дроби. И везде нужно разделить. Что же делать? Когда у нас нет скобочек, когда у нас нет степеней, на первом месте у нас стоит умножение и деление. У нас деление, деление. Мы выполняем по действиям. У нас есть первое действие и у нас есть второе действие. Давайте я их обведу в кружочек, чтобы не путаться. Это я ничего не сокращаю, это не степени, это действие. Первое действие я сейчас возьму в скобочку. Прямо сразу в примере. Вот здесь у меня скобочка и здесь у меня скобочка. А здесь вот я деление немножечко зачеркнула, но оно у меня все еще здесь есть. Итак, в первой скобочке я должна разделить дробь на дробь. При делении первой дроби на вторую у меня вторая переворачивается. Первая дробь остается без изменений, то есть у меня остается 6а, b в четвертой у меня в знаменателе. Дальше деление на вторую дробь. Это означает, что вторая дробь у меня переворачивается, а деление заменяется умножением. b в кубе у меня идет наверх, а 18а в квадрате остается теперь внизу. Скобочка закрылась. И я теперь, обратите внимание, не забуду еще про то, что у меня здесь еще третья дробь есть. Да, я сейчас с ней ничего не делаю, но при этом она у меня все еще тут присутствует. Поэтому беру и записываю. 11а в кубе, а здесь b во второй. Хорошо. Здесь умножение дробей. Мы уже знаем, что делать. Давайте записывать. Под общей чертой у нас 6а умножается на b в кубе, а здесь b в четвертой умножается на 18а в квадрате. Скобки я уже убрала, потому что у меня общая черта. Это теперь одно общее число под общей дробной чертой. Давайте сразу с делением разберемся. Здесь у меня деление на дробь. Что значит деление на дробь? Что значит дробь разделить на вот эту вторую дробь? Вот эту вторую дробь я переверну по правилам, а деление заменю умножением. Переворачиваю вторую дробь. b в квадрате идет наверх. Внизу остается 11а в кубе. Вот такое вот у меня значение получается. Потихонечку, полигонечку смотрю сначала на первую дробь. У меня уже есть то, что сократится. Например, шестерка сокращается с 18 на 6. 6 делится на 6, будет 1. 18 делится на 6, будет 3. А и а в квадрате тоже сокращаются. А сокращается на а, будет 1. А в квадрате сокращается на а, будет а в первой степени. Поэтому здесь я просто степень зачеркиваю. Остается просто а. b в четвертый, b в третий. И то, и другое число делится на b в кубе. Как это узнать? Здесь у нас 3 b перемноженные между собой. Здесь 4. Значит, 3 из них я спокойно могу убрать. На 3 из них я спокойно могу разделить. То есть, здесь они у меня полностью уходят. И здесь остается единичка. А b в четвертой было 4 b. 3 из них я зачеркнула, сократила на них. У меня осталась одна. Поэтому просто зачеркну степень, которая была у меня в знаменателе. Что ж, у меня теперь что-то осталось от первой дроби. Смотрим внимательно, что. В числителе 1 на 1 на 1. Просто 1. В знаменателе b на 3 на а. Перестановка множителей происходит. Я число на первое место ставлю, а буковки в алфавитном порядке. А, b. Вот такая первая дробь. Вторая дробь, как она была, так и остается. b квадрат и здесь 11а в кубе. Опять-таки, при умножении мы просто все записываем под одной общей дробной чертой. Вы можете переписать, а я снова воспользуюсь тем, что я у доски. И просто продлю здесь черту. Дробную черту. Спокойненько поставлю умножение в числителе. Спокойненько поставлю умножение в знаменателе. Кстати говоря, снова нету никаких сумм, нету никаких разностей. Скобки ставить не нужно. Что можно сократить? В числителе у меня только b в квадрате. В знаменателе у меня находится одна b. Значит, буду сокращать на b. Здесь получу единичку. А здесь при сокращении на b получу b в первой степени. Поэтому просто зачеркиваю в нашу степень вторую. В числителе остается просто b в первой степени. А в знаменателе 3 умножить на 11. Это 33. А умножить на а в кубе. Это у меня получается а в четвертой. b, а это разные буквы. Чисел больше нет. Сокращать больше нечего. Наша дробь несократима и является правильным ответом. Итак, чтобы делить дробь на дробь, нужно. Первое. Сократить, если что-то сокращается. Второе. При делении на дробь, вторая дробь, вторая переворачивается, а деление меняется на умножение. И третье. Как только вы заменили на умножение, да, вот здесь, вот здесь, дальше вы просто умножаете по правилу умножения. Дробь умножить на дробь. То есть числитель на числитель и записываете в общий числитель, знаменатель на знаменатель и все записывается в общий знаменатель. Результат – это и есть ответ. Если ответ как-то можно сократить, упростить, тоже это все делаем максимально до самого конца, пока не получим несократимую дробь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова